Гонбольный праздник Южноамериканская страсть и европейская грация в Гомеле прошел республиканский турнир по спортивным бальным танцам. Наука побеждать, как в Гомеле растят будущих звезд белорусского тенниса. Гонбольный праздник Гомеля стал Злобинский центр Олимпийского резерва. Выбор пал на эту арену не случайно. Зал уже обкатали квалификационными турнирами молодежных чемпионатов Европы. Также здесь проходил финал женского Кубка Беларуси. Первыми на площадку вышли мужская команда Гомеля и исландский Вестманаэр. Дружины начинали свое двухматчевое противостояние третьего раунда Кубка Вызова. Хозяева начали эту игру с места в карьер и на старте повели 3-0. Исландцы вскоре освоились и к середине тайма уже были впереди. 6-8. Гомельчане далеко соперника не отпускали. До 25-й минуты, когда исландцы совершили рывок 4-0. И на перерыв ушли, ведя в счете 13-17. Возможно, после тех же 15-20 минут сдавали физически, старались выложиться первые 15-20 минут. Но получилось так, как есть. Я думаю, что концовка первого тайма нас немножко подвела. Мы 4 мяча проиграли. В перерыве Сергей Цыганков нашел нужные слова и к 10-й минуте второго тайма на табло горели цифры 19-19. Правда, у исландского главкома также нашлись аргументы. И Вестманаэр буквально за 2 минуты создал гандикап в 3 мяча. Несколько сейвов галкипера Артема Подосинова позволили подобраться к сопернику в счете практически вплотную и подарили надежду Гомелю на удачный исход. Однако в концовке исландская команда вновь смотрелась лучше и довела игру до победы. 27-31. Игрового опыта у этого соперника намного побольше, чем у нас. Концовка исказалась. Где-то поспешили, где-то не добежали, не выполнили установку, не забили. Ответ на игра состоится 25 ноября. Гомельчане намерены бороться за путевку в следующий раунд. Минус 4 – это не критично. Можно играть. Есть у них слабые стороны, сегодняшняя игра показала, поэтому будем готовиться. Надо отыгрываться. С другим настроением нельзя ехать на ответную игру, потому что ничего хорошего из этого не получится. После на площадку вышли женская команда Гомеля и норвежский Бьесен. Тут на кону была путевка в групповой раунд Кубка ЕГФ. Для тома же Чаттера зал Жлобинского отцора – место фартовое. В 2015-м тут он вывел белорусскую женскую молодежку на чемпионат Европы. В том же году здесь же Гомель под предводительством Игоря Чеброва впервые выиграл Кубок Беларуси. Теплилась надежда, что победная аура Жлобинского зала поможет гомельской команде в противостоянии с Бьесеном. В первом тайме так оно и было. И в атаке, и в защите у хозяек площадки проблем не возникало. И они не спеша создавали необходимый отрыв. Как итог, по истечению стартовых 30 минут матча на табло горели цифры 14-12 в пользу Гомеля. После перерыва ситуация на площадке кардинально поменялась. Белорусскую команду как подменили. Азарт, уверенность и напор первого тайма улетучились. Главком Бьесена подкорректировал игру своих подопечных. И норвежки на старте второго тайма организовали рывок 6-1. И вот уже Гомель в роли догоняющего. 15-18. В первом тайме Гомель играл в быстрый гандбол. А во втором тайме игроки соперника замедлились. Это было нам на руку. Мы играем в быстрый гандбол и контролировали ход матча. Оправиться от этого удара у команды Томаша Чаттера так и не получилось. В отличие от первого тайма и в атаке, в защите у хозяек ровным счетом ничего не клеилось. Противопоставить строгой защите норвежек и тащившие в воротах буквально все, в том числе и 7-метровые, Тони и Лерста от гомельчанкам было нечего. Бьесен победил 27-22 и получил путевку в групповой раунд Кубка ЕГФ. А для Гомеля еврокубковый сезон подошел к концу. Мне кажется, что большая проблема все равно у нас в голове. Главная наша психология, что мы не можем справиться сами с собой. Потому что соперник, я бы не сказала, что он уж сильнее нас настолько. Пять мячей, я считаю, что это не тот результат, на который мы рассчитывали. И не тот результат, который показывает реальную разницу между нами. Как в классе, как в игроках, как в тактике и во всем остальном. Во втором тайме у нас не пошел бросок как таково. У нас много... Мы бросали... Ну и в защите мы не доигрывали до конца. Мы играли, играли и в конце концов отпускали, что соперник смог завершать свои броски голами. А мы, в свою очередь, когда бежали в нападение, теряли мяч. Или не попали, или разминали вратаря. Потому что хочу отдать должное во втором тайме вратарю норвежской команды. В первом тайме держались очень хорошо. Даже в первом тайме было много ошибок. Но все равно, под прерывом я им сказал, вот хорошо, надо держаться. Сейчас надо потихоньку увеличивать наш шорт. Но получилось наоборот. Просто наши лидеры, левый, правый, полусредний, просто затормозились, не знаем, и в голове, и боялись вообще посмотреть на ворот, на ворот, а кому ли еще бросать. И, конечно, 7 метров нас забили. Не смог пробиться в групповой этап Кубка ЕГФ и столичный БНТУ БелАЗ. После домашней победы над датским Рамдерсом 23-22 минчанки в ответной игре на выезде уступили 23-26. И также в этом сезоне остались без еврокубков. Финал Теннисного Кубка Федерации в Минске был одним из самых ярких моментов уходящего месяца в спортивной жизни Беларуси. Команде нашей страны, впервые пробившейся в главный матч негласного чемпионата мира, так называют турнир, противостояли 17-кратные обладательницы Кубка Федерации – американки. Несмотря на поражение для белорусского тенниса, это несомненный успех и толчок для дальнейшего развития. В нашем регионе за воспитание будущих звезд белорусского и, надеемся, мирового тенниса отвечает профильный центр Олимпийского резерва. Мы посетили учреждение и узнали о перспективах. В Гомельском областном центре Олимпийского резерва по теннису долго обсуждали финал Кубка Федерации. За два игровых дня на трибунах Чижовка-арены побывали 50 воспитанников учреждения. Дарья Хамутянская – одна из главных надежд гомельского тенниса. За баталиями финала Кубка Федерации она также наблюдала воочию. В 13 лет Дарья уже всерьез связывает свое будущее со спортом и видит конечную цель. С Дашей я занимаюсь с ней уже 7 лет. Она в 6 лет пришла в теннис. Девочка очень перспективная, с характером. Это не просто хобби. Это что-то большее, чем хобби. Я хочу просто стремиться к тому, чтобы стать первой ракеткой мира. И для этого нужно очень много тренироваться. Однако эта цель на дальнюю перспективу. Ближайшая – это победить на первенстве Беларуси в декабре и отправиться на чемпионат Европы. Под руководством Татьяны Городецкой спортсменка сейчас готовится к республиканскому турниру. Восемь тренировок в неделю. Оттачивают технику, работают над функциональной готовностью. Поездка на финал Кубка Федерации в Минск, можно сказать, также часть образовательного процесса. У элиты мирового женского тенниса есть чему поучиться. Ездили в большой группе, смотрели вживую. Впечатления, конечно, очень ошеломляющие. Можно сказать, что никто не ожидал такого. Все сожалеют о том, что не удалось при счете 5-2 в втором сете выиграть сет в паре. Но это отсутствие опыта, конечно. Это все обсуждалось здесь на тренировках. Все считают, что это и так большой успех нашей команды. Сейчас теннисом в ЦОРе занимается чуть более 350 человек. Начинать можно с 5 лет. С этого возраста детей набирают в подготовительные группы. С 7-8 лет начинается более основательное обучение зам тенниса. В Гомельском ЦОРе раньше, чем держать ракетку, детей учат быть лучшими всегда и везде. И нацеливают на успех. Все хотят, естественно, победить. И чтобы ребенок шел к этой победе, нужно нацелить его на успех в каждом упражнении. Вот если это упражнение просто набивать, добейся успеха, набей не 5 раз, а 55 раз. Стань лучше, чем у тебя рядом товарищи на корте. То есть в каждом упражнении добиваться успеха. Мы нацелены на это с моими девочками. Добиваться успеха во всем. То ли это ракетка, то ли это прыжки на скакалке, то ли это ускорения какие-либо. То есть стараться выполнять хорошо и качественно. В группах начальной подготовки в среднем 10-11 человек. В дальнейшем количество детей в группах сокращается. На тренировочный процесс становится более интенсивным. Увеличивается количество тренировок. В итоге тренер начинает работать индивидуально с каждым спортсменом. До этого этапа доходят самые талантливые и целеустремленные теннисисты. В этом возрасте очень большое влияние имеет то, что если ребенок сам стимулирован внутренне, то, конечно, с ним работать гораздо легче, потому что он хочет сам добиться. С одной стороны легче, с другой стороны нужно очень много чего. В таком возрасте и физика уже начинается такая серьезная, и техника шлифуется окончательно. Поэтому тут нельзя сказать, что что-то такое, или физика, или техника. Тут все вместе. В основном это, конечно, индивидуальные какие-то качества, которые нужно больше. Какие-то больше, какие-то меньше тренировать. Гомельский областной центр Олимпийского резерва по теннису – учреждение «Молодое». Однако коллективу уже сейчас есть чем хвалиться. За 10 лет школа все-таки добилась определенных результатов. У нас на сегодняшний день находится в национальной команде Республики Беларусь «Жарин Денис». Он находится в переменном составе национальной команде. Он показывает достойный результат. Также наши спортсмены на сегодняшний день, выезжая на соревнования международные, занимают достойные места. В Республике Беларусь до 12 лет Баньков Николай лучший. Также у нас есть Хомротова Алексея, который сегодня один из лучших в своем возрасте. По школе Харьков Даниил, он играл на первенстве Европы. Дети у нас талантливые. Вместе с юными талантливыми спортсменами растет и само учреждение. Укрепляется тренерский штаб. Так что сегодняшние успехи гомельских теннисистов – это только начало. И не исключено, что вскоре на Кубок Дэвиса или Кубок Федерации в составе национальной команды Беларуси поедут и гомельчане. А там уже и до высоких номеров мировых рейтингов недалеко. Гомельские спортсмены на минувших выходных приняли участие в первенстве Республики Беларусь по фигурному катанию «Звездочка», которое проходило в столице. Этот турнир считается самым престижным национальным соревнованием молодежи по фигурному катанию. Анна Корольчук узнала о результатах и впечатлениях от первенства, побывав на тренировке гомельских юниоров. Как вид спорта фигурное катание начало культивироваться в Гомеле с 2000 года, то есть с появлением Ледового дворца. Сейчас на его базе работает Гомельская областная с дюшер номер один. Учащиеся в школы – постоянные участники, призеры и победители национальных и международных соревнований. Стоит сказать, что гомельская школа славится именно своими одиночницами. Так Кристина Захаренко дважды становилась чемпионкой Беларуси, как и гомельчанка Янина Макеенко, которая пять лет подряд поднимается на пьедестал национального первенства. Объех девушек готовил тренер Александр Морозов. От них стараются не отставать и молодые фигуристки. Уже на протяжении семи лет я занимаюсь фигурным катанием, и мне очень нравится этот вид спорта. Я как-то смотрела в детстве телевизор и увидела, что катаются, и мне очень сильно захотелось пойти на этот вид спорта. Мне больше вообще нравится прыгать в прыжки, чем делать какие-то вращения. Вращения или хореография мне тоже нравится. Но в основном моя слабость – это где-то в вращениях, то, что я их не очень люблю делать, и, скорее всего, их меньше делала. А по прыжкам мне очень нравится. Для меня это входит уже в режим, он уже давно вошел. И у меня шесть раз в неделю тренировки по три-три с половиной часа тренировки. Если я начинаю учить элемент, я его стараюсь быстро осваивать и не зацикливаться сильно долго, если не получается. Значит, что-то надо переделывать или заходы, может, какие-нибудь новые. Путь большой спорт в фигурном катании очень скользкий. Несмотря на всю красоту и иллюзорную легкость, он требует немалых вложений – физических, психологических и финансовых. Обучение в школе начинается с 4-5 лет, и здесь многое зависит от родителей. Фигурное катание требует немалых инвестиций в профессиональные коньки, костюмы, индивидуальные тренировки и международные сборы. Однако это не останавливает на пути к мечте. По итогам прошедшего Минске первенства Республики Беларусь по фигурному катанию «Звездочка» можно утверждать, что Гомельская школа фигурного катания по технике и хореографии ничем не уступает столичной. Слабое место, по словам тренерского состава, у наших спортсменов – это моральная подготовка. «Очень порадовала меня Ксюша Лесневская. Она первый раз выступала по юниорской программе. В принципе, и сразу шестое место. И это очень хороший результат. Она вот только перешла буквально. Порадовала Аня Боброва, которая наконец-таки сделала тройной прыжок этот в программе. Она у меня как бы еще не так-то и много тренируется, но мы с ней договорились, она сделала. Кандидатские программы все-таки сложные, но выполнили процентов на 80, несмотря на то, что начало сезона». «Я выступила для себя очень даже хорошо. Другие тоже достойную конкуренцию составляли. В этом году я уже занималась со взрослыми девочками, выступала до 16 лет. Они показали очень достойно. Я заняла шестое место». Тут отметить, что четыре гомельские одиночницы входят в состав национальной сборной по фигурному катанию. Например, действующая чемпионка Беларуси Анна Порошина, с которой также занимается Александр Морозов. Кстати, в 2019 году Беларусь примет чемпионат Европы по фигурному катанию. Планируется, что турнир лучших фигуристов Старого Света пройдет на льду Минской арены в конце января 2019 года. Кроме столицы Беларуси на проведение чемпионата претендовали Загреб, Градск, Киев и Таллин. От медленного вальса до зажигательного джаева. В областном центре состоялся открытый республиканский турнир по спортивным бальным танцам «Гомель Оупен-2017». Соревнования прошли в спортивном комплексе «Локомотив». Подробности в сюжете Анна Корольчук. Больные танцы, пожалуй, самый грациозный и эстетичный вид спорта. Тем не менее, он требует немалых затрат силы и энергии. Чемпионаты держат танцоров в тонусе, учат выдержки, воспитывают веру в победу. В то же время это завораживающее зрелище. Под ритмичной мелодией на паркете «Локомотива» в этом году соревновались танцевальные дуэты из более чем 30 спортивных клубов Беларуси, России и Украины. Среди них были как профессионалы, так и новички. Мы встанем сразу пара вместе и уже танцуем на протяжении 7 лет в клубе «Сигма». Это очень важно – договориться между друг другом, потому что взаимоотношение между парой – это очень большой труд, потому что нужно всегда договариваться, какие-то искать компромиссы и вообще ладить между друг другом. Да, очень важно. Наверное, процентов 40-50 – это взаимоотношения между партнером и партнершей и основная часть танца. Соревнования по бальным танцам включают в себя два вида дисциплин – европейские и латиноамериканские танцы. Европейская программа – это вальс, танго, фокстрот и квикстеп. Латиноамериканские танцы или, как говорят танцоры, латино – это самба, ча-ча-ча, румба, пасадоб или джайв. Стоит заметить, что европейскую программу кавалеры танцуют во фраках, а дамы в бальных платьях в пол. Характер латиноамериканской программы более фривольный, а поэтому и костюмы здесь открытые и яркие. Танцоры не просто демонстрируют движение, но и показывают небольшой спектакль. В нем важны положение тела, внешний вид и даже мимика. Каждое выступление на паркете – это напряженная борьба соперников, где кроме техники жюри строго оценивает и подачу танцевального номера. Судейская коллегия довольно большая. Ну а также вот наши гости вместе с танцевальными парами из-за рубежа приехали. И три судьи из России, судья из Украины. Поэтому соревнования обещают быть очень интересными. Это командная работа. И в принципе пара – это такая же команда, как и в любом виде спорта в другом. Это важны, конечно, и, ну будем так говорить, параметры партнера-партнерши. Это и рост, это и вес, и уровень подготовки, ну и, соответственно, взаимопонимание. Это чуть ли не основной критерий, по которому пара может либо состояться, либо нет. В первую очередь мы оцениваем, конечно же, музыкальность. Это музыка. А потом уже, конечно же, ждет техника, линии, артистичность. Фактурные должны быть, красивые желательно. Но, как правило, наш вид спорта такой, да, обязывает быть красивыми. То есть у нас нет некрасивых детей в нашем виде спорта. Соревнования прошли в разных возрастных и классификационных группах. Младшая включала детей до 6 лет, старшим участникам было до 35. Всего на паркете спортсмены показали более 430 выступлений. Приятно, что среди победителей и призеров много представителей гомельских танцевальных клубов. Мы сегодня в категории юниоры 1 Н-класс заняли первое место. Это наш первый кубок в Кубаве. Мы очень рады. Благодарим своего тренера. Светлана Федоровна Сатырева. Я занималась в 3-х лет. Я занимаюсь в 6-ти. Мы сегодня выиграли в категории юниора 1 Е-класс, стандарт, ну, европейская программа. Мы этого не ожидали, потому что, ну, у нас стандарт, ну, ну, так себе. А латино у нас очень хороший, так бы мы вообще не ожидали. Танцы бальные – это очень тяжело. В неделю 7 тренировок, в каждый день тренировка. Может быть, тренировка по 3 часа. Индивидуальная тренировка длится 45 минут. Победители открытого турнира получили почетные дипломы, медали и кубки. И доказали, что спортивно-бальные танцы – это красивое зрелище и серьезный спорт. Дисциплина тренирует все группы мышц, учет выдержки, выносливости и, конечно, воспитывает чувство прекрасного. В Гомеле состоялся второй тур 14-го чемпионата Славянской баскетбольной лиги среди девочек 2005-2006 годов рождения. Участие в турнире в этой возрастной категории принимают 10 команд из Белоруссии и России. О баталиях и уникальности Славянской баскетбольной лиги в следующем сюжете. Славянская баскетбольная лига – детище гомельского тренера Анатолия Рогозенко. Идея, с которой в 2004 году начинался турнир, была проста – популяризация баскетбола в международном масштабе. И наставник тогда не ошибся. Единомышленники нашлись во многих странах. За 14 сезонов Славянская баскетбольная лига серьезно выросла. В первом сезоне в чемпионате принимали участие юноши и девушки только в одной возрастной категории. Сейчас их пять. Количество команд возросло в десятки раз. За всю историю турнира международный игровой опыт на нем получали юные баскетболисты из России, Болгарии, Литвы, Латвии, Украины, Молдовы, Эстонии и, конечно же, Беларуси. Многие игроки, я уже говорил неоднократно, что сегодня выступают за большие клубы, это за «Смоки». У нас Семенюк – лидер команды практически Рогозенко, за «Смоки» женскую команду «Владуево-Вятки», кто вышел отсюда, за «Гродненские» команды выступают. Практически по всей Беларуси, за «Гомельскую» команду, кто начинал 14 лет назад, это Драковская Марина, Горевкин, которые играют за «СОЖ». Это все воспитанники, практически это славянские баскетбольники. Вот 14 лет, которые прошли, они за 14 лет стали хорошими игроками, не только игроками, но и стали тренерами. Славянская баскетбольная лига – турнир уникальный. В первую очередь тем, что участие в нем принимают и самые юные спортсмены – 10-12 лет. В этих возрастных категориях турниров мало. Для оценки сил и получения необходимого игрового опыта Славянская баскетбольная лига подходит как нельзя лучше. Задача этих соревнований – подготовка юных наших баскетболистов, потому что такой практики, как в этом чемпионате, они нигде не получают. У нас практически за два месяца не сыграли 10 игр уже. Это очень колоссальный опыт. Так как они тренировки проходят, есть возможность потом в течение месяца отработать то, что наработано было на тренировках. Любовь Алешкина известна любителям баскетбола в нашей стране. Выступала за многие белорусские клубы, в том числе и за СОЖ. Сейчас она работает детским тренером в Курске. Ее команда – частый гость на Славянской баскетбольной лиге. Наша команда уже не первое поколение, которое принимает участие в этом турнире. Для нас это хорошая база для подготовки к первенству в России, потому что пятый год в этом году начинает играть, а шестой – в следующем. Ну, такая база определенная для опыта, для игровки. Первый тур соревнований среди девочек 2005-2006 годов рождения состоялся в Курске. Победили хозяйки. Воспитанницы Гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта заняли второе место. Во втором домашнем туре гомельчанки подтвердили статус одной из сильнейших команд в этом возрасте, заняв первое место. На второй строке расположилась команда Скиделя – бронза у дружины из Витебска. Всего же во втором туре участие принимали 10 команд из Белоруссии и России. В Гомеле состоялся товарищеский матч по регби между белорусскими буслами и российским зенитовцем из Зеленограда. Игра стала первым международным матчем по регби, который прошел в областном центре. Команда «Буслы» – это сборная клуба в Беларуси. В этот раз в Гомеле собрали достаточно экспериментальный молодой состав среди игроков и семь представителей гомельского клуба «Кватра». Игра получилась результативной. На двоих команды занесли 11 попыток. Зенитовец с самого начала игры доминировал на поле, и к 16-й минуте белорусы получили три попытки – 0-21. Но уже спустя пять минут буслы оправились от напора соперника и в течение двух минут ответили двумя результативными попытками – 14-21. С таким счетом команды ушли на перерыв. Во втором тайме сохранилась равная упорная борьба. За две минуты до конца игры «Зенитовец» занес еще две попытки. После наша команда совершила невероятный бросок, организовав две попытки за две минуты. И установила окончательный счет – 29-40 в пользу российской команды. В составе буслов стоит отметить капитана команды Александра Воробья, который также является и капитаном гомельской команды «Кватра». Он занес в этой игре три попытки. Впечатления хорошие, повезло с погодой. У нас в Москве уже снег выпал, холодно, у вас тепло даже, ребята на голое тело играли. Неплохая команда, конечно, не хватает немножко опыта, игр. Ну, видно, практики у ребят мало, а так, конечно, ребята крепкие, с ними позаниматься, я думаю, успех будет. Команда опытная у соперника, очень опытная. Все в прошлом мастера спорта, профессиональные игроки. И настраивались, конечно, на победу, но борьбу дали ребятам, дали. Сначала подсели в первом тайме, ну, а потом сделали свое дело. В принципе, чуть-чуть не хватило, можно было дожать. Ну, думаю, победа была бы за нами. Ничего, думаю, будет хорошей традицией ездить один раз к ним в год. Брюс Ли, Джеки Чан, Джет Ли – имена, знакомые всем с раннего детства. Этих людей объединяет не только актерская карьера. Все они мастера китайского боевого искусства под названием Ушу. Кстати, если буквально перевести иероглифы в написании этого вида спорта, то получим как раз-таки искусство боя. Несмотря на то, что мы географически далеки от Китая в нашем городе, в последние годы предпринимаются активные действия для развития этого вида единоборств. В середине ноября Гомель принял открытое первенство области. Михаил Садовский побывал на месте событий. Ушу – общее название для всех боевых искусств, существующих в Китае. По сути, кунг-фу и ушу в отношении единоборств являются синонимами. Всего же существуют сотни стилей, которые классифицируют по нескольким принципам. Северный и южный – разбиение по трём центрам возникновения. Шаолинь, Удан, Эмэй и классификация по долинам трёх рек. В спортивном же ушу всё немного проще. Как правило, тут разделяют ушу – таолу и ушу – санда. Именно в этих дисциплинах соревновались участники открытого первенства Гомельской области по ушу. С древности сложилось так, что в ушу мастера хотели померяться и в кулачных боях, но кто не желал участвовать и мериться силами в кулачных боях, учили комплексы форм, различных стилей. И этот вид спорта из древнего, традиционного, перешёл, ну, как я уже сказал, в спорт. И на данный момент в ушу разделяются два раздела. Это ушу таолу, гимнастика ушу, то, что вы видите на площадке с палками, с мечами в красивых костюмах. Дети показывают, заученные заранее движения отшлифовывают. Второй раздел – это ушу санда. То, что вы видите сзади меня, это поединки в полный контакт, в защитном снаряжении. Исходя из количества участников областных соревнований, а это почти полторы сотни человек, и разделения их на соревновательные группы, можно сделать вывод о том, что оба вида данного боевого искусства пользуются примерно одинаковой популярностью. В искусстве таолу силами мерились 79 спортсменов, а в боях у шу санда приняли участие 62 человека. Кстати, по итогам первенства будет составлена команда, которая представит Гомельскую область на первенстве Республики Беларусь по ушу в декабре в Минске. В состав команды войдут 16 юных спортсменов нашего региона. На данный момент возраст участников от 6 лет. Самый старший на данный момент 34 года спортсмен в поединках. И самая старшая девочка, которая участвует в талу, в гимнастике, в ушу, это Гуляева Мария 14 лет. Но пока мы еще молодая федерация, поэтому у нас дети еще младшего, школьного, среднего возраста. Вообще стремимся, стираемся. И буквально через три недели мы уже едем на первенство Республики Беларусь. Те дети, которые попадут в призовые места, будут зачислены в сборную Гомельской области. И мы будем представлять Гомельскую область на первенстве Республики Беларусь. По итогам соревнований стоит отметить выступления нескольких гомельских ребят. Ульяна Шанькова завоевала золото в комплексе с мячом. Тимур Голда стал победителем в комплексах с мячом Дзянь и комплексе южного кулака Нань Цуань. В комплексе с мячом и шестом Дао лучшим стал Владислав Пономарев. Спортсмен из Будо-Кошелева Сергей Ермаков стал победителем во взрослой категории в поединках раздела ушу. Нам же остается пожелать спортивных успехов и громких побед гомельским бойцам. На этом все. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин